Приветствую, с вами Александр Демченко, и это значит, что вы на канале Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. У нас сегодня замечательный гость, это российская журналистка, известный блогер, реальный человек, который поддерживает всем сердце и душой Украину, наш человек Ксения Ларина. Абсолютно точно. Иня, слава Украине. Героям слава. Очень приятно видеть вас, уважаемый Александр. Друзья, ну а перед тем, как мы начнём, я вас очень прошу, ставьте как можно больше лайков, обязательно оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на все наши YouTube-каналы. Напоминаю, Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, YouTube-канал Олеси Бацман, ну и, конечно же, YouTube-канал Ксении Лариной. Давайте сделаем так, чтобы у Ксении были первые 200 тысяч подписчиков. Обязательно, постараемся. Ксения, вот скажите, оказавшись наедине с Путиным, в пустой комнате, без охраны, без никого, имея все возможности, что бы вы с ним сделали? Да нет, во-первых, давайте даже такой мысли допускать не хочу. Я видел один раз его живьём, один раз. Это было в самом начале его президентской карьеры. Он только-только был избран. И я была на юбилее Константина Аркадьевича Райкина в театре «Сатирикон». И он туда пришёл. Это было буквально сразу после выборов, в 2000 год. Он туда пришёл в качестве почётного гостя, естественно, вышел на сцену под овацией зала. И зал стал вставать. И вот я помню это чувство. Мы сидим с мужем, посмотрели друг на друга и поняли, что мы вставать не будем. Мы не знаем этого человека. Мы не знаем, кто его выбирал и за что. Не стали вставать. Но вы себе не представляете, хороший вопрос вы мне задали. Какое-то было чувство невероятного единения, когда вдруг я обернулась на зал, а мы сидели в первых рядах, и увидела, что мы не одни. Это был полный зал людей. Полный зал. Мы увидели, что мы не одни. Что очень много людей сидят с каменными лицами и не встают. Не встают. Вот это было моё первое ощущение от Владимира Путина. Больше я никогда в жизни его не видела. Но, повторю, мне кажется, что то, что сохранилось за эти годы, за эти 20 лишних лет, не все встанут. Понимаете? Не все. И вот сегодняшняя очередь за Бориса Надеждина, которую вы наверняка тоже видели в России, это как раз то самое невставание в честь президента Владимира Путина. Я так это расцениваю. Ну, о Надеждине мы обязательно с вами поговорим. Это очень интересный персонаж, обязательно. Вы знаете, у нас в Киеве сейчас происходит такая небольшая политическая возня. Все ждут. Что же случится? Уберёт Зеленский зауженного, уволит его или не уволит? Как считаете, вот Путин, когда смотрит на эту ситуацию, он потирает руки? Ну, конечно, да. Любой кипиш, любой разлад внутри Украины, внутри Европейского Союза, внутри любой другой страны, как он их называет, недружественной. Для него это, ему это на руку, конечно же. Я вам скажу больше. Я думаю, что он потирал руки, когда случилось 7 октября в Израиле. Наверняка потирал руки, потому что понимал, помимо того прочего, что это вносит такой страшный разлад в сегодняшний, хаос в сегодняшний мир. Но он понимал прекрасно, что это ему на руку и как к человеку, который ведёт войну против Украины. Что Украина сейчас уйдёт на второй план в связи с этим страшным преступлением, которое совершил Хамас в отношении израильтян. Поэтому да, конечно же, потирает руки. Я вам скажу больше. Я не политолог, но я скажу. Я почти уверена, что ко всем этим вещам он причастен лично, так или иначе. Потому что этот человек по своей природе разрушитель. И всё, что касается что-нибудь где-нибудь разрушить, где-нибудь такое устроить, провоцировать какой-нибудь внутренний конфликт, я думаю, что вы как журналист, как эксперт тоже прекрасно это понимаете. Где только не повозилась его грязная рука. Да, правда же? Я тогда не могу вас не спросить, раз уже сказали об Израиле. Путин антисемит. Вот я когда смотрел на все эти погромы в Махачкале, и не только в Махачкале, которые уже прошли, да, минули, я про себя сидел и думал, но ведь это же не было бы возможно, если бы этот первый человек не был бы антисемитом. Ну, конечно же, да. У меня тут никаких сомнений нет. Хотя люди, которые там его знают лично, они всё время говорят, что нет, он не антисемит, у него друзья евреи. Но это тот самый случай, да. Я вам так скажу. У нас, в принципе, страна антисемитская. Она такая всегда была. И при царе Горохе, и при царе коммунистическом, при любом. И, естественно, при Путине тем более, поскольку человек конторы, а контора, она по своей природе абсолютно антисемитская. Мы это знаем прекрасно. Если ты не антисемит, ты не можешь служить в конторе, в КГБ. Это понятное дело. И учитывая, что Россия без конца такими волнами присуща государственный антисемитизм, совершенно бесстыдный, бессовестный, и убивали, и преследовали, и продолжали это делать. Но и сейчас не исключение, конечно. Это стыдно. И не знаю, когда от этого избавится и общество. Но, в принципе, оно настроено всё время на такой шовинизм. Значит, антисемитизм, великодержавный шовинизм, любая форма ксенофобии, любая форма унижения людей, так называемой нетитульной национальности, как они привыкли говорить. Так что, к сожалению, здесь и народ, и партия, в тот самый случай, едины абсолютно. Это большая беда общества, которое так и не избавилось от антисемитизма. Он всегда, знаете, как такой тлеющий угли, их всегда можно использовать обязательно, что, собственно говоря, и происходит. Они это делают регулярно. Вот Госдума приняла закон о конфискации имущества. Понятно, что уже иноагент — это враг народа. Но у меня вот какой вопрос. Как вы считаете, это что было вообще? Что это означает? Это условно запугать, такая идеологическая подоплёка? Или это райдерские захватывства, пытка райдернуть? Или это банальная такая чекистская наглая тупая месть? Вот мы вам сейчас выехали, вы против нас, мы вам сейчас всем покажем. Я думаю, что последнее, что это абсолютно, поскольку власть, она всё время демонстрирует свою мелочность и мстительность. Собственно говоря, как и человек, который эту власть сегодня олицетворяет. Он сам по себе такой. И об этом тоже говорят многие люди, которые его хорошо знают. Он мстительный, он злопамятный, он не прощает не то, что предательство, это всё красивые слова. Он просто такой злобный человечек, который все свои беды и проблемы и комплексы обвиняет в них других людей, а не себя. Ну, мерзкое чудовище. Короче говоря, вы правы. Это чистой воды месть. Чтобы вам никому не было хорошо. Я вот посмотрела, смотрю-ка, с какой злобой, с какой ненавистью они этот закон принимают. И тут посмотрела на этого лугового, который кричал «Нам, сдохните, как собаки». Их бесит, что люди не побираются по помойкам. Их бесит, что люди, которые сделали свой выбор, которые уехали от этого режима, что они себя чувствуют людьми свободными, полноценными, людьми, которые могут заниматься самореализацией, которые могут работать по своим профессиям, которых не гонят, как зайцев отовсюду, которые не по помойкам, повторю, не побираются, а пытаются себя чувствовать свободно и хорошо, а не там. Потому что там как раз люди себя чувствуют ужасно. И я тоже могу про это сказать. Ведь у каждого свой путь, эмиграция или релокация, как угодно это назовите. Кто-то сбежал прямо сейчас, кто-то бежал от мобилизации, кто-то бежал от мерзкого чувства, чтобы вообще рядом не стоять с этой властью, когда началась война 24 февраля 22 года. А кто-то давным-давно уже частями, что называется, оттуда уходил, уезжал, потому что противно было, потому что человек, нормальный человек себя чувствует чужеродным вот в этом обществе, который все больше и больше становится вот таким вот абсолютно, ну, фашистским режимом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, что они там соберут, какие там они деньги соберут от этих квартир? Конечно же, это чистой воды мстительности, чтобы вы знали. Это как вот история с Би-2 в Таиланде. Это тоже из этой же серии. У нас длинные руки. Как бы вы там ни старались, мы вас везде найдем, везде найдем. Я думаю, что для них это огромный провал в их спецоперации, которые вот они устроили в отношении музыкантов. Они хотели, я уверена, что они хотели сделать какую-нибудь показательную порку, показательный процесс и таки засадить их в тюрьму, в российскую, предъявить им обвинение. Потому что пока уже у них ничего нет, у ребят, кроме статуса иноагента, у Егора Бортника, у Левы, больше у них ничего нет. Никаких других претензий со стороны властей. А так, я уверена, что если бы они их выцарапали, если бы они их вывезли в Москву, они бы обязательно бы завели уголовное дело на всех, обвинили бы их в какое-нибудь там распространение фейков и дискриминации российской армии и устроили бы показательный процесс, что никакие авторитеты не играются. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Я иноагент, вы знаете, и я не ставлю никаких плашек, никакой соломки не стелю, и считаю унизительным для себя принимать этот статус из их рук, обойдутся. Вот, поэтому я в этом смысле фаталист. Ну, там, конечно же, какие-то мы предпринимаем меры, чтобы себя обезопасить от такого рода преследований, но если они захотят, слушайте, плашка, не плашка, я вас умоляю, конечно, ну, это вопрос желания. Вот на кого у них укажет рука, а вот этого хочу, давайте вот этого уничтожим. И здесь не играет никакой роли ничего, не твой вклад в разрушение этой вертикали, этой путинской, не твоя популярность или отсутствие популярности, им абсолютно это не важно. Знаете, как вопрос, который сегодня стал актуальным в России, как в сталинские времена, а его-то за что? Вот этот вопрос, это первый признак того, что все, конец. Это вот как в том анекдоте о велосипедистов-то почему, понимаете? Поэтому здесь никакой логики нету. Кто попадется на глаза, того и возьмут на карандаш, возьмут за ухо, начнут преследовать. Вот сейчас вы видите, какой мощный наезд идет на писателей. Причем это писатели, которые, ну, не являются народными кумирами. Правда же? Это же не эти самые не звезды шоу-бизнеса и не телеведущие какие-нибудь невероятной популярности типа Урганта. Это литература не для всех. Это литература не массовая. То, что имена, которые сегодня являются главными врагами сегодня режима. Акунин, Быков, Глуховский, Улицкая, Тарокин. Но, кстати, я хочу у вас спросить, вот мне что интересно. Как думаете, Путин запретит Солженицына второй раз? Пока жива Наталья Дмитриевна ничего он не сделает. Я думаю, что пока она жива, она является такой вот охранительницей. Хочу обратить внимание ваше, что за все время ведения активных боевых действий против Украины, за все время войны, нигде, ни разу я не слышала голос Натальи Дмитриевны Солженицыной. Ее заткнули. Я думаю, что она, надеюсь, что с ней все в порядке, со здоровьем. Я надеюсь, что она, думаю, что она понимает прекрасно, что если люб... Хотя, с другой стороны, спасибо за то, что молчит. Вот я уже сейчас могу так сказать. Ведь использовать такую фигуру в качестве своего рупора, как вы говорите, в качестве рекламы своего режима, в качестве поддержки, я думаю, что он бы этого искушения бы не избежал. Он бы ее использовал. Тем более, что он использовал несколько раз самого Солженицына. Самого Солженицына, да. Поэтому я думаю, что пока она жива, Солженицына, не тронет, ну, как только ее с почестями похоронят, никакого Солженицына не останется нигде. Хотя мы знаем, тут тоже можно вспомнить, что все-таки он, последняя часть его жизни, когда он уже вернулся в Россию, он был достаточно консервативен в своих взглядах и к Путину относился с большим уважением. и так великодержавный шовинизм, ему... Русский мир, я не знаю, Ну, вот что интересно. Тигран Киасаян у нас Алоизи Магарыч теперь, да, у нас Воланд иноагент, у нас Бал Сатаны, это условно мутобор с Ивлеевой, и как-то так интересно получается, Москва-то сгорела, а вся света Воланда, ну, практически вся света Воланда из этого фильма перекочевала к Путину и стала ярыми такими путинистами. Скурвился и Ярмольник. Как так у него получилось быстро это сделать? Ну, слушайте, он достаточно аккуратен всегда был, никогда не был замечен в рядах борцов с режимом, аккуратно высказывался, это было и до начала вторжения, а уж Крым, он вообще просто поддержал аннексию Крыма, просто поддержал, и того свидетельства есть, остались все, как говорится, конечно, янтексы все помнят, да-да-да, интернет все помнит, поэтому что тут удивляться, а он хочет, он вам на это скажет, да, я остаюсь здесь, я должен работать, я вот буду снимать и сниматься, и вот буду делать все на благо великой русской культуры, но это все равно выбор человека, я не устаю это повторять, потому что сейчас по прошествии уже почти двух лет этой полномасштабной позорной войны, но выбор сделан уже всеми людьми, я не знаю, кто еще, ну, есть, конечно, люди, которые еще стараются, начинаются дистанцироваться и стараются промолчать, увернуться от публичной поддержки, но все сложнее и сложнее это делать, сколько уважаемых, прекрасных людей, я так, или, так, так, таковыми считаю, их таковыми считаю, им пришлось пойти вот на первый компромисс достаточно невинный, когда они согласились снимать имена с афиш театральных, я имею в виду, да, убирают там имена авторов или режиссеров по просьбе администрации президента, казалось бы, ну, что такого, ну, убрали имя, ну, спектакль-то идет, убрали имя, но спектакль-то идет, да, в конце концов, мы же недоносы пишем, ну, извините, ну, но видите, это же, как в известной поговорке, коготок про коготок и дальнейшее, что с ним происходит, это вот потихоньку, по частям каждый человек этот путь проходит и доходит таки до линии, ну, кто-то называет это красной линией, линии захлебывания, когда уже все, да, но у каждого она своя, я, несмотря на то, что сама, может быть, тебе противоречу, что уже поздняк метаться и выбор уже сделан, но все равно кто-то наверняка еще надеется, надеется, что его не превратят в грязь и в дерьмо, что он все равно вырулит, выскочит и останется приличным человеком, не знаю, мне кажется, практически это невозможно для тех людей, которые занимают должности сейчас, я имею в виду должности в широком смысле этого слова, руководят театрами, да, издаются в издательствах, являются редакторами, издателями, может, как опозориться издательство одно за другим, кто бы мог подумать, что издательство АСТ, издательство Эксмо, Литрес окажутся такими трусами, жалкими, ничтожными личностями, которые даже не извиняются перед своими авторами, которые просто вот им даже еще пальцами не успели щекнуть, он только еще сложил пальцы для того, чтобы щекнуть, а уже все, а мы уже впереди паровоза, а мы уже все, а во всем никого нет, никаких Акуниных, до свидания. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы, Ксения Ларина, тоже подписывайтесь на ее YouTube-канал, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона Олеся Басман, обязательно оставляйте комментарии. Ксения, вы знаете, мне кажется, что Волан до сих пор в Москве, вот он приехал со своей свитой, потому что, ну как, вместо Варьете у нас сгорел там театр театр и сатиры практически, простите. Но, что мне интересно, сейчас квартирный вопрос стал вопросом гробовым. Я его называю 12-27. 12 у нас идет за родственником за покойного солдата, а 27 за покойного офицера. Такая путинская деградация. Вот скажите, пожалуйста, как этот российский народ так деградировал за это время? Дошел до того, я смотрел, вы, наверное, смотрели интервью Гордона с Золкиным, как он рассказывал, что эти отцы, матери, что они спрашивают первый вопрос, у пленного, у своего сына, ты все переписал, ты все там подписал, ты все сделал. Как так вообще произошло с ним? Вы знаете, я тоже этот путь потрясения прошла вот за эти два года, скажу вам честно. Это для меня было, ну, помимо самого факта начала этой войны, для меня было совершенно потрясением узнать многое про моих соотечественников, про русских, про русский народ. И это бездны, которые раскрылись, безусловно. Чем это обусловлено? Ну, конечно, нищетой, абсолютной нищетой, потому что нищета быта, она за собой тащит нищету духа и нищету всего. Такую ущербность, ущербное сознание, ущербная жизнь. Это все одно с другим связано. Один из самых главных фильмов документальных российских за это время, я считаю, фильм Андрея Лошака «Пентагон». Может быть, вы слышали или видели, там, где как раз такая маленькая модель сегодняшнего российского общества, самые, что называется, низы, абсолютно люди, которые выживают, которые, кто-то от бутылки до бутылки, кто-то от куска до куска, кто-то от болезни до болезни, они сопровожают с гармошкой своих сыновей и мужей на эту войну, потом с гармошкой же встречают, понимаете? Уже не сыновей, а гробы. Да, гробы, хоронят с почестями эти гробы и угрюмые, покорные за этими гробами идут. И боятся даже пикнуть, боятся даже сказать, а вот вы обещали нам денег, а дайте хоть денег. Даже этого боятся попросить, потому что, если, не дай бог, попросишь чего-нибудь, то будет еще хуже. И из этого отсюда выгонят, из этого подвал. То есть это доведено, конечно, до полной деградации общества. Как это люди терпят? Это вопрос. Я не знаю. На этот вопрос я думаю, что мы будем отвечать до многих годов. Потому что излечить, исцелить это общество, которое опустилось в тот ужас, в тот ужас, который сегодня мы наблюдаем, это не знаю, сколько потребуется. Мы все вспоминаем опыт Германии. Ну, слушайте, даже сравнить невозможно уровень развития в то время, в середине 20 века, уровень развития европейского общества под названием немецкое общество, с тем, что сегодня, в 21 веке, мы наблюдаем в отношении граждан России. Это ужасно. Ужасно. Он, конечно же, сыграл на этом. Он прекрасно понимал, я говорю про Путина, что эти люди доведены до такой степени нищеты, что они уже ничего не попросят. Ничего. И если им пообещаешь три копейки за гроб, отдадут. Сына, мужа отдадут. Лишь бы чего-нибудь бы дали взамен. Это вообще поразительно, что с одной стороны мы наблюдаем абсолютную покорность и какое-то абсолютное равнодушие к судьбе близких людей. Уж роднее, кто может быть роднее мужа, роднее отца, роднее сына. Абсолютная покорность. Абсолютная. И сейчас вот при всем при этом движение жен мобилизованных, как они себя называют, мне кажется, что это вот попытка во многом немножечко все-таки встряхнуться, поднять голову, открыть глаза и увидеть и войну, и увидеть, как над тобой издеваются. И я думаю, что вы наверняка тоже видели разные проявления вот этих вот участниц этого движения. И вполне уже политически звучат лозунги. Если первые были лозунги «Верните мужа!» «Я задолбалась!», то сейчас люди, женщины, вполне себе внятные высказывают свои политические желания и лозунги, и это абсолютно такое протестное движение, которое вполне может быть политической силой, если их не заткнут. Но вы знаете, вот мы с вами рассуждаем, такой страх, я прямо это чувствую физически, какой страх сегодня царит там, страх. если уж таких известных людей прессуют и запугивают, то что там говорить об обывателе, о простых людях, людях, которые, в которых нет вообще никаких ресурсов, им некуда даже пожаловаться. На это Путин и рассчитывает. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину «Гордоншоп» мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин «Гордоншоп» это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордоншоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Я вот, чтобы завершить тему уже с Булгаковым, как вы думаете, вот если бы Вован встретил Никиту Михалкова на «Патриарших прудах», что бы он с ним сделал? Мне так нравится фильм, вы знаете, я посмотрела его, посмотрела в ужасной копии, чего, чтобы говорить, потому что других вариантов нету, но мне кажется, это одна из самых сильных удачных экранизаций Булгаковского романа, может быть, поэтому так она напугала всех, поскольку это абсолютно авторское высказывание, режиссерское, и Михаил Лакшин, который это сделал, это просто его такой, такая пощечина путинскому режиму перед отъездом, я вот так это воспринимаю, абсолютно. А что касается, вы говорите, кстати, про «Свиту», там тоже интересно, как роли распределились, кто-то обратил внимание, что всю нечисть играла нечисть, а вот главных героев Юрий Снегирь и Евгений Цыганов, мало того, что они прекрасные актеры, замечательная пара, но это люди, абсолютно внятно высказаны, успевшие высказать свою антивоенную позицию с самого начала, и они абсолютно чужие, вот как в фильме, и они чужие в этой Москве лязгующей, которая то ли крушится, то ли рушится, то ли строится, не очень понятно, и в этой анбивалентности тоже есть замысел, я уверена. Индустриализация перед военным. Да, 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 абсолютно. И вот как они там выглядят, соответственно, чужеродной парой с чужими, так и в жизни тоже. Я уж не знаю, как сложится дальше их судьба, очень за них переживаю, потому что замечательные ребята, талантливые, мудрые и честные, честные люди, понимаете? Так, а что с Михалковым? А то, что... А с Михалковым... Я думаю, что... Я думаю, что если так думать про героев, я предполагаю, что его бы ждала судьба барона Майгеля. Это скорее так. Вот в этом сюжете булгаковском. Я думаю, что так. Не больше, не меньше. Ну, что тут говорится? Говорит его как черепушку. Абсолютно, да. Это был... Конец бы его был. Конец бы. Да. Ну, вы знаете, он, конечно... Я думаю, что он не самый опасный человек сейчас. Есть и пострашнее. Вот. Он сволочь, конечно, да, и такой же мстительный, и завистливый мужик. Сейчас, тем более, когда все прошло. Все утеряно. Ведь талант, как в том же романе сказано, что перерезать волосок, оборвать волосок может только тот, кто его подвесил. Сказано там о смерти, а можно то же самое сказать и о таланте. Что тот, кто дал, тот и взял. И известно за что. Я думаю, что где-то в мужичке он понимает, что его... Что Бог его лишил, дара, который, конечно же, у него был. Потому что когда говорят, что он никогда не отличался талантом, неправда. Это был талантливый человек. Но это со многими произошло. Со многими людьми, которые являлись художниками в самом высоком смысле этого слова. И режиссерами, и арктерами, и писателями, и поэтами. Вот кто-то сдает, кто предает себя, тот обязательно за это расплатится при жизни. Это очень важно. В отличие там от каких-нибудь КГБшников, которые неизвестно, когда вообще им придет расплата. Ну, это другой выбор совсем. А вот здесь, я думаю, что каждый человек, который когда-либо считал себя художником, он прекрасно это осознает, что расплата за свои грехи придет при жизни, а не после. Это ваши мечты. Я думаю, что они получают. Друзья, лайк заслуживает этой беседы. Обязательно оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь еще раз. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, Олеся Басман, Ксения Ларина, YouTube-каналы. Не забываем. У нас тоже в Украине есть один, наверное, один из самых известных актеров. Я хотел бы с вами чуть-чуть, может быть, о нем поговорить. Он сейчас играет такую роль политика, Алексей Арестович. Вот вы разбираетесь чудесно в актерах. Скажите мне, вот как бы вы его оценили, он хороший или плохой актер? Ой, я боюсь высказываться на эту тему. Вдруг я обижу какую-то часть аудитории украинской. Не, не бойтесь. Украинская аудитория вы точно не обидите. Я его всегда воспринимала как, безусловно, такого инфо-цыгана, так это у нас называется. Потому что я очень боюсь людей, которые знают как надо, которые говорят мягким голосом, я сейчас научу тебя быть счастливым. Я этим людям нигде не верю. Это такое для меня, это тянется еще из времен Кашпировского и Чумака, которые воду заряжали. Вот это из той же серии. Он, безусловно, талантливый парень. Что тут говорить? Как актер, я его видела в актерских его проявлениях в этих самых... Как это? 95-й квартал? Там, по-моему, он тоже принимал участие. Или я путаю. Или в кино. А, да-да-да, точно, точно. Но он талантливый парень, безусловно. И он знает, на какие струны нажимать. И я понимаю, что тетки, главный его электорат. Попробую. Я уверена, что сейчас куча теток сейчас скажет... Ну, это же хорошо. Будь ты проклята! Вы можете мне объяснить, откуда такой феномен его? Почему его так поддерживает именно российская аудитория, ну, или пророссийская аудитория? В чем феномен? Я боюсь тут обобщать, понимаете? Я знаю, что какая-то часть поддерживает, какая-то часть не очень. А какая-то часть вообще его серьезно не воспринимает. А какая-то часть, мало этого, вообще считает его агентом Кремля. Я думаю, что эту версию вы тоже знаете. Безусловно, этот человек очень большой. Большой оригинал, скажу я так аккуратно. А уж каково будет будущее? Я уверена, что у него были амбиции президентские. Это вот было видно. Я даже почему-то запомнила, уже война шла вовсю, и он не слезал с экранов телевизоров, объясняя нам каждый день все, что происходит. Но параллельно с этим вышло большое интервью вашей какой-то украинской журналистки, светской, я не помню, как ее зовут, а большое интервью с его женой. Причем люди, уже гибли люди, уже вовсю, ну просто бомбы сыпались на украинские города. А она там сидела такая вся вот пригломоренная, рассказывала о том, о своем муже, о том, как она его поддерживает. То есть это было абсолютно интервью предвыборное, интервью будущей первой леди. Вот почему-то я его запомнила. Я вам клянусь. Не помню, кто это. Это надо вспомнить, кто это ввел. Слушайте, Ксения, вот по-актерски чисто, объясните мне. Вот я начал его, когда, знаете, я не слушаю обычно, но он говорит тихо-тихо. Я сначала думал, у меня проблема с ушами. Пошел к врачу, говорю, посмотрите. Говорит, нет, все нормально. Вы мне можете объяснить вот чисто по-актерски, что это, в чем механизм, зачем это надо делать? Ну, может быть, он считает, что в этом его главное обаяние, обаяние. Женщина слышит, ой, видит ушами. Вот известная поговорка. Понимаете? Он как бы нашептывает женщине, нашептывает. А, как даренка, да? Он очень хорош в этом самом, в чтении книг. Вот я слышала его книжки, он что-то читал, чуть ли не Стругацких, боюсь ошибиться, но, по-моему, записывал. И он прекрасно это делает, очень вкратчиво. Я себе представляю, что этот человек, которого надо слушать наушников, не расставаться с ним никогда, он завораживает, завораживает, безусловно. И в этом, да, сила его обаяния, безусловно, есть. Причем здесь политическая жизнь, политическая амбиция, я не очень понимаю. Вот это для меня какое-то абсолютно не смыкание, никак не соединяется одно с другим. Но, слушайте, ведь кто-то же его выбрал вот на первых порах, он же был одним из главных спикеров Офиса президента. Да? Кто-то выбрал? Я даже знаю, кто это выбрал и как выбирали, и кто потом говорил, что вы сделали, но это как-то отдельная тема для разговора, вам, может быть, отдельно расскажу. Друзья, потрясающий эфир, действительно, оставляйте комментарии, ставьте лайк, как можно больше, подписывайтесь, Дмитрий Гордон, Гостяку Гордон, Олеся Басман, обязательно подписывайтесь на канал Ксении Лариной, сделаем Ксении Лариной 200 тысяч подписчиков уже сейчас, не забываем. Ну, перейдем к еще одному спектаклю, на сей раз политическому, Борис Надеждин. Такой есть человек, киндер-сюрприз, Сергей Владимирович Кириенко, значит, первый заместитель главы администрации президента России, еле выговорил. Вот вы можете мне объяснить, зачем он этого Надеждина, бедного, пихнул на эти выборы? Ну, я думаю, что здесь задумка-то была простая, чтобы было событие, что они прекрасно все понимают, что никакого события нет. Я вообще, если вот меня спросить, я категорическая противница вообще следовать их повестке. Не желаю, понимаете? И с самого начала, как только было объявлено про эти выборы, что он пойдет, этот Путин, ну, думаю, да мне не надо, сейчас я предполагала сразу же, что сейчас начнут журналисты это обсуждать каждый день, политологи, эксперты будут все время обсуждать эти выборы. Это не событие, и не надо делать из него события. Я думаю, что именно этой, как мне кажется, проблемой их была озабочена администрацией президента, им нужно было, чтобы это было событие. А событие можно сделать только если у аудитории появится хоть какая-то, если не видимость альтернативы, хоть что-нибудь, интрига, драматургия, хоть что-то. Я думаю, что да, наверняка они там выбирали. У меня такое ощущение, повторю, это мои домыслы. У меня такое ощущение, что там выбор был между Явлинским и условным надежденным. Потому что, если вы помните, Григорий Алексеевич, Явлинский... Двухчасовой разговор, да? Да, это очень странный был сюжет, не раскрытый до сих пор. Двухчасовой разговор с Путиным, о чем? Это было личное, как говорит Явлинский, лидер, единственной, казалось бы, оппозиционной партии, легальной, на территории Российской Федерации, отвечая на вопрос, о чем вы говорили, говорит, это была личная беседа. Это что такое? Это что-то личное? Это о любви, о бессмертии, о чем вы говорили, к вопросу о Булгакове, да? О чем вы там беседовали? Расскажите, пожалуйста. А Выбор... Мы о выборах не говорили. Нет, нет, нет. О чем вы говорили? И это же была случайная утечка. Тут я уверена, что утечка была случайная, когда его заметили в Кремле. И об этом рассказал, по-моему, Андрей Колесников впервые о том, что там он встретил Явлинского. Может быть, со стороны Кремля это была не случайная утечка, но Явлинский явно не хотел, чтобы об этом знали. Вот это вот дает мне повод думать о том, что они выбирали либо Явлинский пойдет туда в качестве вот этой вот приманки, морковки для аудитории, либо кто-то другой. Вот по каким-то причинам они сделали выбор в пользу Бориса Надеждына. Может быть, потому что Явлинскому уже никто не верит из тех людей, из-за его электората потенциального, который когда-то возлагал на него большие надежды. Может быть. Вы знаете, что меня больше всего взбесило? Что вся эта, ну, какая-то часть, даже не малая часть, может быть, даже большая часть этой российской оппозиции, в том числе и выехавшей, стала агитировать за Надеждина и расписалась кровью вместе с Путиным. Мы помним, как Путин собирал сначала одних товарищей, которые расписывались кровью для того, чтобы начать полномасштабку против Украины, а теперь этих собрал, потому что они фактически поддержали легализацию проведения выборов по новой обновленной Конституции Путина на оккупированных украинских территориях. Вот вы мне скажите, они это не понимают или они просто выполняют заказ Кремля? Я думаю, что здесь была стратегическая ошибка. Если мы говорим про Алексея Навального и про его сторонников, которые с самого начала объявили вот то, что голосуют за любого против Путина, что была какая-то движуха. Это еще было до Надеждины, если помните. Они вот именно эту стратегию начали продвигать. Мне кажется, что это большая ошибка. Я не думаю, да почти уверен, что они не выполняют указ Кремля. Им важно, чтобы какое-то было движение. Нужна какая-то политическая жизнь альтернативная или хотя бы ее видимость. Надо хоть что-нибудь в конце концов, если не делать, то объявлять о каких-то намерениях. Иначе совсем вот все плохо. Поэтому когда появился Надежда, но у них вариантов других не было. Не Дованкова же поддерживают, правда? Поэтому лучше... Ну проект один и тот же? Человек-то регулярно один и тот же? Конечно. Я думаю, что все это прекрасно понимают. И те, кто сегодня голосуют или предлагают голосовать, или... Это все очень некрасивая история, потому что я вам клянусь, что такое Борис Надежды, я точно знаю. Вот просто знаю. И очень правы те люди, которые говорят, что он неудачник по жизни, он никакой, в нем нет ни харизмы, ничего. Вроде как, он всегда терствовал в либеральном крыле, но никаких особых успехов в его политической жизни не было. И всегда он был таким так называемым системным либералом. Эти его походы бесконечные на телевидение уже всех заткнули, всех затоптали, уже всех порезали, пописали, а он все ходит. А он все, а он непотопляемый, а он все делает вид, что типа он выходит правду говорить и единственный человек, который вот выражает эти самые чаяния либеральной части общества. Абсолютно обман. Вы правы. То, что касается оккупированных территорий, то, что именно там и тоже подписи за него собирались. Это вот очевидно. Во-вторых, вот эта вот придумка, на мой взгляд, придуманная ему, навязанная ему стратегия антивоенная. Никакого антивоенной стратегии у него нет. Никакой, ничего, он не антивоенный кандидат. Он кандидат, почему я говорю, что с Явлинским его роднит многое? Он кандидат перемирия. Он кандидат заморозки, конфликта, без всяких предварительных условий. Для меня это невозможное, невозможное что-то, потому что то, что продвигал Явлинский, это подхватил сейчас Надеждин. Вот это вот тема, которая очень выгодна Кремлю. Очень выгодна. Можно прикрыться, что мы типа антивоенные. Ведь тот же Явлинский тоже говорил, посмотрим, вот кто против войны, мы увидим, кто проголосует за меня, тот, значит, против войны. А все остальные, значит, все за войну. Это же вранье. Это люди, которые голосуют за, повторю, за заморозку, как вы правильно сказали. Мало этого, для меня это очень важная вещь. То, что те, кто продвигает эту тему перемирия без условий, это попытка освободить преступников от наказания. Что такое, когда они говорят, мы переговоры будем вести десятилетиями по поводу Крыма, по поводу, значит, оккупированных территорий. И все это время, вся эта шваль преступная, которая эту войну развязала, которая убила столько людей, лишила крова миллионы людей, она будет там сидеть, переговоры вести, в зубах ковырять. Вот что они делают. Это попытка, повторю, освободить преступников от наказания. Никакой Гаги никто не обещает. Ни Явлинский, ненадежден тем более. Поэтому это очень опасная вещь. Мне жалко людей. Я прекрасно понимаю людей, которые стоят в этих очередях. И они, как я увидела несколько репортажей, которые меня, честно говоря, порадовали, когда с людьми разговаривают корреспонденты, по-моему, Радио Свобода это делали, в настоящее время это делали. Люди прекрасно понимают цену этому человеку. Они вышли, чтобы почувствовать друг друга скорее, а не зонадеждены вписаться. Это такое вот, повторю вот это вот, то, что я вам сказала в начале, это вот попытка невставания. Мы не будем вставать перед этим президентом. Мы его не признаем президентом. Вот что такое очереди за надеждами. Вы знаете, мне почему-то представляется, что Кремль это все оркестрировал, и для него не было сюрпризом, что люди проголосуют ногами. Более того, я думаю, что, может быть, вам тоже так кажется, мне интересно ваше суждение на этот счет. Мы помним ситуацию в Беларуси с Бабарико, да, Газпромовским кандидатом, который сидит до сих пор в Лукашенковской тюрьме. И что огромное количество людей, которые вышли, проголосовали или подписали за что-то, или собирали подписи, сейчас или в тюрьме, или в эмиграции, или ждут, пока их будут преследовать. Вот сейчас в России такая же ситуация тоже возможна. Условно, в очередь выстроили, КГБ посмотрело, или ФСБ подписи посмотрели, собрали, людей приходовали, и готовьтесь, будем скоро отправлять вас, не знаю куда, в бутырку. Если эти люди, после того, как Надежды нас забракуют, и он не станет официальным кандидатом, когда его не зарегистрируют, если эти люди попытаются высказать свое отношение и какое-то высказать свое отношение к тому, что их кандидаты не зарегистрировали, и попробуют выходить на улицы, то, безусловно, преследования и репрессии, и аресты обязательно будут. Что касается, вот если все это остановится на этой стадии, они думают, что, скорее всего, остановятся. Скорее всего, так. Я думаю, что вряд ли они это будут использовать. Они так все знают, всех активистов они знают. То, что будут заставлять бюджетников опять стройными рядами идти голосовать за этого Путина, и пугать будут, это и так понятно. Ну, кого они могут тут арестовать? Кто там еще остался? Ну, кто? Ведь все в тюрьме сидят. Все гражданские активисты сидят в тюрьме и еще будут сажать активистов. А людей, которые вот в червях стояли, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли они это используют. И потом зачем это? И так уже все в страхе. Ну, зачем им это нужно? У нас осталось пару минут до конца эфира. К сожалению для меня, к сожалению, еще безумно интересный разговор. Госдума приняла закон о наливайках, о запрете наливайок. Вы знаете, да? Теперь на уровне регионов будут запрещать, значит, закрывать магазины. Ну, такие старинские времена, 29-й год, кстати, тоже запрещал наливайки. Вот вы мне скажите, я почему-то думаю, что это делается только для одного, чтобы на трезвую люди пошли, проголосовали за Путина, не перепутали, куда ставить галочку. Как вы считаете, вот в принципе за Путина можно голосовать по-трезвому, не по пьяни? Не хочу переводить шутку, вы знаете, мне так не хочется смеяться над этим, потому что все равно за Путина голосуют, прежде всего, руководствуясь страхом перед начальством, даже не перед Путином. Безусловно, есть какая-то часть общества достаточно такая активно выражающая поддержку именно этому президенту. Собственно, они вот такие вот крикливые, шумные, мы их знаем, но их немного. Я очень верю не социологическим опросам, а профессиональным социологам, которые знают, из чего складывается общество. Я имею в виду Льва Гудкова, который находится в России, и он всю правду говорит про это общество, и все про него знает. Ведь два полиса существуют активных. Активные за войну, за Путина, и активные против войны и против Путина. Их очень мало, и тех, и других. Самое страшное, это вот эта вот туша, которая лежит посередине, неподвижная, которую можно пинать ногами, бить, выливать ее кипятком, писать на нее, испражняться, делать ей все, то, что угодно, она все равно будет сидеть вот этой такой неподвижной тушей. Трезвая или пьяная, это уже не суть важная. Вот это самое страшное. И вот здесь-то он и угадал, возвращаясь опять же к Путину, он угадал вот эту вот сердцевину народа, вот эту вот, которая вот, пусть я буду лежать в грязи, только не трогай меня, не надо меня трогать, я вот буду лежать и хрюкать, да, а ты там делай все, что ты хочешь. Я тебя выбрал и делай, что хочешь. Все, не трогай только меня. Вот это, конечно, самое ужасное. Поэтому нет ни гражданского общества и не предвидится, не знаю, из чего его строить, из каких кирпичей, что там осталось. Да, ничего этого нету. Все разрушено, последнее. И здесь, конечно, мы переходим к теме, к которой можно еще разговаривать два и три часа, почему это все произошло, как поется в одной из песен, как это, блин, стало возможным. Почему это все произошло, как? Вот это вот вопрос, над которым сейчас надо, как мне кажется, думать, чтобы эти ошибки не повторять, чтобы исправить, исправить, черт возьми, этот ход истории. Потому что я уверена, что при всем при том ужасе наша страна, Россия и российский народ, он достоин большего. И я видела это, я видела прекрасную Россию прошлого, я уже видела, понимаете, мне пришлось на мою судьбу это вот счастье, увидеть, какой эта страна может быть. Вот и мое поколение, и поколение моложе меня, и поколение Алексея Навального, и поколение молодых людей успели увидеть. Другой вопрос, как сейчас из этой разрухи, как подниматься из этой страшной разрухи. Надеюсь, в дальнейшем мы еще с вами поразмышляем на этот счет. Друзья, оставайтесь, пожалуйста, с нами, с нашими каналами, Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, Олеся Бацман, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Ксении Лариной, ставьте лайки, оставляйте комментарии как можно больше. Был рад, рад тому, что вы нас увидели, нас посмотрели. Ксения, был рад тому, что вы у нас сегодня были. До новых встреч. Спасибо большое. Счастливо.